Субтитры создавал DimaTorzok И наше общее название народ и священство, вот так наша передача называется, мы последние несколько месяцев эту передачу ведем, а сегодня конкретно вот речь идет о, по сути назовем эту передачу, во всей Грузии проведении службы, церковной службы. К покаянию в братоубийственном греше. Вот тот самый грех, который мы верглись в прошлые наши времена и от которого мы еще не освободились целиком. Может личностно кто-то исповедовался перед Господа Богом, причастился как следует и освободил свою душу, как-то очистил. Но так как общий грех, она еще висит над нами. И надо почаще об этом себе напоминать, избавиться от этого. Вот цель, суть нашей передачи, вот в чем состоит. Вот почему мы, во-первых, ведем на русском языке, когда обычно мы ведем на грузийском языке. Это сознательно мы ведем на русском языке передачу, чтобы она была понятна для наших собратьев, для наших братьев среди абхазцев, среди осетин и среди русских. Вот которым непосредственно коснулась именно этот братоубийственный грех, братоубийственная война, в результате которого вот верглись в этом грехе, братоубийственном. Сам этот грех начался вот из гражданской войны, которая сразу после развала Советского Союза навязали нам, нашему государству, нашу республику, Грузию. Сначала была гражданская война, потом абхазская война, потом осетинская, и потом повторили еще все вместе, и еще русские уже открыто участвовали в этом, и открыто погибли среди русских православных христиан, наши собратья. А так скрытно они участвовали и в Первой Абхазской, и в Первой Асетинской, и по гражданской тоже немало участия приняли, но скрытно это все. Вот теперь давайте изложим так, типа как тезисы, вот почему это мы считаем братоубийственной войной, и почему мы считаем, что надо от этого греха освободиться, к чему она мешает, как она мешает нам в жизни, почему это так необходимо, вот почему мы считаем, что это так необходимо. Кто-то может не так считает, кто-то так считает. В первую очередь мы это делаем, конечно, для самого себя, и для тех людей, которые мыслят так же, как и мы, которые осознанно осознали суть вот этого греха, и хотим от этого избавиться, освободиться. Почему она считается общим? Общий по-грузински называется са-эрто. Са-эрто, вот тут корень слова эры, то есть народ, если дословный перевод делается, то есть это народный дословный перевод делается. Народный, потому что она происходила, эта война от имени народа всего. Это не была частная стычка на уровне вот внутри семьи или между соседями, просто так, что вот, потому что твой забор чуть-чуть перешел в мой участок, или наоборот, или твой огород, или твоя там жена криво посмотрела на мою жену и так далее. Это было именно, происходило с таким чувством, что вот люди опольчились за защиту своего отечества, своей земли, своей семьи, единства своего и своего сознания. Сознание единства и вообще сути вот грузинской государственности, допустим, скажем так. И так же поступали и одна сторона, и другая сторона. Чувства были у всех одинаковые, то есть намерения были у всех одинаковые. Каждый из наших, из участвующих защищал свою честь, свое достоинство, свой суд. Поэтому тут речь не идет о том, что мы как-то определяем, чья правда, чья неправда, об этом речь вообще не идет. Речь идет именно о сути греха, именно о сути протоубийственного греха, именно о сути убийства подобия Божия. Мы же созданы люди, как наподобие Божие, Господь Бог так создал. А теперь расскажу, почему мы считаем, что мы братья, а не какие-то чужаки, какие-то инородцы или иноземцы. Вот для этого, чтобы коротко это описать, вот я просто дам определение, вот кто мы такие. Вот сидящие вот здесь, допустим, в студии, да, мы с тобой. Вот наше общее объединяющее слово, это более древнее слово, я использую, это мы иверцы. По-русски это так звучит. По-русски это звучит иберия, иберцы. Это одно и то же. Вот как, например, мы говорим Бизантия, а русские говорят Византия. Вот мы говорим Василий Великий, а русские говорят Василий Великий. То есть часто вместо Б русские используют слово В. И вот получается вот такое. А суд тут одно и то же. Вот мы говорим Бери, Бера, а русские говорят Вери, Вера. Это одно и то же. Но объединяющее слово, это всегда была иверия. То есть наши племена, от которых мы идем, разные времена назывались по-разному. Но потом сложилось так, что после Рождества Христа уже сформировалась сначала духовная иберия, потом она какое-то время наше государство называлась. Иберия наших царей называли иберскими царями во всем мире. А потом титулярники, и они назывались уже конкретно по племенам. Вот исходя из этого, вот что означают иберские племена. Вот для определения этого, я, например, определяю вот каким образом. Но кто такие иберские племена? Это иберские племена, это те самые люди, это потомки Яфета и Сема. Почему я начинаю от потопка Ноя? Потому что в поколении Адама и Евы, многие из них, когда отошли от Бога, Господь Бог наказал потопом. И после потопа осталось только Ноя и его дети. Это Сем, Хам и Яфет. Вот мы, иберские племена, говорим, что мы потоки Сема и Яфета. Мы не говорим, что мы потоки Хама. Но никто из нас не говорит, что они потоки Хама. То есть Хама мы не любим. Хам невоспитанный. Это тот, который осквернил своего отца. Осквернил и из-за этого был проклят, праотцом Ноем. То есть те люди, которые оскверняют, осквернословят, любят это дело, оскверняют другого, оскверняют тем более своих предков, оскверняют своих родителей. Они, безусловно, у них живет огромная частица Хама. То есть они никак не могут быть в законе потомками Сема и Яфета. Вот я исхожу из этого. Мы потомки Сема и Яфета. Это первое. Если потом что нас идет речь. Потом второе. Мы носители того самого языка, который Господь Бог дал. Потому что мы как вышли, искали человека Ноя. Вот на готовом языке говорили Ноя, его дети Семь, Яфет, его потомки там. Потом Мещах, Яван и так далее. Чей потомками мы являемся и считаем себя. Вот на том языке мы и говорим. Это основной. Первая основа. Вторая основа, что мы живем на земле, на которой вышли из Ковчега Ноя. То есть мы в основном те самые люди, которые ниоткуда не приехали. Как нас Господь Бог вывел на этой земле. Вот так и живем. Мы не пришельцы, и мы не мечом завоевали эту землю. Не захватчики, а исконные дети земли. Жители этой земли. И это и есть наша особая часть, особый дар Божий к нам. Вот эта земля. Потому мы его бережем и чтим, и ощущаем так же, как живого. Как и сказано в Библии. Как Господь говорит, что вот земля не будет тебе давать благо. Он так сказал Каину, который совершил первый этот грех, брата убийства. То есть вторая часть мы определили, это земля наша. И третья часть, это служение Богу. Потому что основное, первое, что сделал Ноя, когда вышел из Ковчега, он сделал жертвовник, пожертвовал Богу чистые вот эти животные. И потом только совершил действие, то есть что посадил виноградник, собрал урожай, сделал вино и так далее. И с этой, вот третьей основой наше, это служение Бога, вот мы, иверцы, сегодня служим истинному Богу, Иисусу Христу, истинной верой, православно-христианской. То есть недостаточно сказать слово христианское, к нему надо обязательно добавить православное. Вот это люди, объединяющие вот разные, из разных-разных племен, объединяющие вместе составляют иверский народ. Вот это есть короткое определение иверцы. Вот кто такие сегодня иверцы. Если теперь переходить по племенам и вот сказать, вот какие племена входят в эти иверские племена, тут я бы вот так перечислил сразу и потом объясню, почему вот они входят. Вот для меня вот это так, так учили мои предки, так знаю я и так передам своим друзьям. В этом ходят, я скажу, лазы, лазы, мегрели, ази абхазцы, потом идут месхетинцы, месхетинцы делятся как джавахи, так и аджарцы, вот сегодняшний день. Идут также буроицы, идут также свани, сванами можно объединять и тушинцами, они тоже ванахи, ванами называются ванахи туши. Идут рачинцы или чхунцы, их тоже я месе ощущаю и знаю. Идут теперь так называемые вот имеретинцы, правда это слово означает имеретинцы, то есть на той стороне хребта живущие и больше ничего. То есть такое родословие не выделяют. Вот картолинцы, это родословие определенное означает, также идут азиатинцы, также идут в этом же уриели, также кахетинцы и херецы, это месе для меня, и горные племена, вот Пшавы, Хевсуры, Мохевцы и Эрцут-Яниты. Вот это, как я сложил, сложилось для меня 12 племен, вот когда похожие племена меси, объединили, а так, если начать углубляться и по ущельям это расписывать, можно очень много расписаться, но в этом нет никакого смысла. Она формируется, наш народ, иерский народ, формируется, как из 12 племен. Точно так же, как было древнеизраильское племя, из 12, древнеизраильский народ, из 12 племен, так же мы и сегодня, из 12 племен. Вот теперь я еще объясню, как вот в Абхазе, например, как составляют иерский народ, если для кого-то это нужно, как ассетины составляют иерский народ, и плюс, как уриели составляют иерский народ, и плюс к этому добавлю, как русские тоже составляют иерский народ. Вот это интересно. Да, вот это то, что я вычитал по своей неугомонности. Сейчас поделюсь, я часто делюсь об этом и сейчас тоже поделюсь. Ну, абхазцы, тут, я думаю, ни у кого это, наверное, сложность не составляет, что они такие же потомки Мешьяха, сына Яфета, вот как и те же самые Лазы и Менгрель. Это одно и то же племя, просто тот час называется абхазцами, этот час называется середине Мегрельцами, а тот час, который вообще в Турции осталась, называется Лазами. Ну, это одно и то же. Абсолютно для меня это так, я так ощущаю. Ну, правда, если по истории там сделать экскурс, ну, в другой раз это как-то сделаем отдельно, то всегда были какие-то движения. То есть, как было, когда Копчег Ноя вышел сюда, потом народе распространился от него, они разошлись, когда их стали притеснять, например, к холдейцам, например, стали притеснять, они переселились и их называют сейчас картлинцами. Когда эфиопцев, они назывались абсцинами, когда их тоже стали притесняться, они тоже переселились и абсцами их называют. Вот некоторые абхазцы называют себя абсцами из-за этого. И были вот такие движения. Это нормально, ничего страшного в этом, это наоборот, главное в таком случае, когда кто-то присоединяется к тебе, чтобы он воспринял твой образ жизни и стал таким же, как ты, то есть единым духом. Также вот то, что осетины, например, исторически по-разному они назывались, они назывались вот тут где-то написано ужиками, когда-то или усами, оттуда пошли оси и осетины, вот то же самое иверские племена, они тоже потомки сына Яфета Фираса и Гомера, вот как я знаю. На части из них выходцы из Калдея тоже, так же, как картинцы пришли, и Сина Сима Арама. Ну, об этом можно много-много судить и разговаривать, но это в следующий раз. То есть это тоже наши собратья, и главное в этом, прежде чем продолжим, перейду потом на Уриэль, главная составляющая одна из, это созидательность, да, подобие Господу Богу, как Бог, создатель, так же мы творец-создатель, так же мы творцы-создатели, подобляемся к Богу. Поэтому при строительстве народа из разных племен и при строительстве государства это важно, участвуют эти племена в строительстве или не участвуют, или паразитируют, как некоторые, например, среди нас живущие, или активно участвуют, становятся частью и общий созидательный процесс, общая культура, общее развитие и экономика, и культура. Вот в этом русле, конечно, там исторически, вот еще при Псхето строительстве участвовали и осетины, и другие племена, восточные Грузии, это Псхето древняя наша столица древняя, все об этом знают. Также в этом участии, в строительстве нашего государственности, вот огромную роль сыграли Уриэли, это потомки Сима, Арфаксата, вот которые еще с Ковчега-Ноя вышли на этой земле, так же, как и потомки Яфета, Явана и Мешеха. Вот так же и потомки Сима вышли, и никуда они не подзывались, так же оставались все время вместе с нами. Я считаю, что это иногда неправильные взгляды, когда их роль уменьшают и говорят, что они приехали откуда-то, всего лишь при Абрааме. Абраамам, те, которые вместе с Абраамом, потомками Абраама приехали, они принесли название Уриэли, потому что Абраам был выходить из города Ур. Ну, коротко скажу, для нашего формирования, как христиан православных, они сыграли огромную роль, принесли хитон господний, вот Сидония, который обнялась, вместе с которой погребена, вот все это с Ховелевым. И принесли первое понятие христианство, именно от них это все пришло. Так что для меня это неразделенная часть наших племен, она составляет один из 12 племен, вот именно Уриэль. А что касается самых славянов и русских, именно русов, об этом была такая задача поставлена Екатерина II императрицей, которая захватила насильную власть в России, убила собственного мужа, как классит история российская. И стала императрицей, к нему противостояли некоторые люди, поэтому она вот захотела это узнать, задала такой вопрос профессору тогдашному Хайтон Чебутареву, который написал, что именно русы, на территории России, с разных сторон мира пришли разные племена, Но именно русы — это черноморский таврический народ, принадлежащий к особому кавказскому или горскому племени древних лазов. То есть это пишут русские, не мы грузы, не об этом говорили, сами русские об этом пишут, что они с лазами, родственники. Кроме того, в его расследованиях было такое, что славяне жили в Колхисе или Колхиде, то есть в нынешнем Менгрелии и Черкассии, следовательно между Черным и Каспийским морем, а не при Адриатическом заливе. Здесь еще до Рождества Христа находим мы Сербов, Ладзов, Дзихов и Мосхов. От первых произошли внешние сербы, то есть они тоже грузины, или лузаты, то есть сербы раньше лузатами назывались. От вторых, то есть от лазов, ляхи или поляхи, то есть поляки, от третьих, чехи или богемцы, то есть они получаются тоже наши соплеменники. А от последних, то есть от мосхов, московиты или москвитяне, все единоплеменные народы славянского происхождения. Это тоже пишут русские, это не мы. То есть это подтверждение к моим словам, то есть мы единородцы и единоверцы. Во Христе мы все братья и сестры, минимум. И вообще-то Христос дал причастие для этого, чтобы мы не искали особо, не кичали происхождением своим, что и чистоту крови вот некоторые вот так, кровные братья, некровные братья. Если причастился, значит ты кровные братья. Во Христе объединяемся. Вот на это я сейчас, конечно, закончу это дело. И сам грех, потом скажу, что как вмещать этот грех в жизни. Вот главное, что? Получить благодать от Божия. Чтобы Божию благодатью созидать. Исполнять свое назначение на земле. Что такое назначение человека на земле? Чтобы жить так, жить достойно. А что такое достоинство? Это жить Божьим законом так, чтобы спастись самому. Сохранить свои традиции, вот то, что Господь Бог дал. Это правило жизни, это тот образ жизни. Спасти самому, спасать других и войти в Царствие Небесное, воссоединиться с Богом. Вот это и есть назначение человека на земле. Жить именно достойно таким образом, чтобы впоследствии соединиться с Богом. Потому что мы потеряли этот связь и нас выгнали из рая. Поэтому мы говорим Богородице, что достойно есть, как обложить эти Богородицы. И говорим честнейшую хирургию и славничное несравнение с Серафимом. Или некоторые говорят без сравнения с Серафимом. То есть она стала выше с Серафимом и Хирургимом, который ближе всего к Богу находится. Стала именно потому, что она исполнила назначение человека. Родила Христа, Господа, Бога нашего истинного. И этим соединила нас, людей, с Богом. Вот это и самое важное назначение на земле. После братовы истинного греха, если мы не раскаемся в этом, не исповедуемся, мы потеряли именно вот это достоинство. У нас оно потеряно. Мы должны восстановиться, чтобы получить благодать и продолжить дальше созидательность. Чтобы нас признали как достойных людей и не навязывали нам изменить наш образ жизни, принять чужой образ жизни. Европизироваться или азиатами статься, или кем-то еще статься. То есть не прямо богоносным народом оставаться, какими мы сейчас являемся, чтобы сердце у нас живет Господь Иисус Христос. А вот принять чужой образ жизни. И это они осмеливаются, пришельцы и наши захватчики, именно потому, что мы потеряли вот это достоинство наше. Причиной которой стала именно братоубийственная война и братоубийственный грех. Вот от этого мы хотим избавиться, покаяться именно в этом, потому что это уже свершившееся явление. Она уже свершилась. Мы уже поубивали друг друга. Тут ничего не сделаешь, кроме того, как осознать, что это плохо. Она уже свершившееся. Мы не можем обратно вернуть время и воскресить умерших, погибших в этом страшном деле. Поэтому единственное, что нам остается, то, что путь указал Господь Бог, раскаяться в этом, исповедоваться, встать на путь с истиной и идти дальше. Тут есть вторая часть. Мы не можем в одиночке совершить какие-то действия, ходить гордо, бить в груди и говорить, что вот мы достойные люди. Сами себе хвалиться. Как вот пословица есть, что лиса свидетелем своих хвост позвал, говорят у нас. Так не получится. Наша честь, чистоту и достоинство должны признать наши другие соплеменники. Вот мою честь должен признать русский человек, мою честь должен признать тот же самый серб, тот же самый чех, оказывается, поляк, абхаз, осетин. Если они не признаются, тогда мои слова всего лишь висит в воздухе. Вот в этом есть суть коротко. Теперь я закончу свое вступительное длинное слово, немножко удлинился. И давай скажи Батону Михаилу. Приветствую вас, Батону Давиду. Приветствую, уважаемые телезрители и слушатели. Поздравляю с рождением Иисуса Христа, с Новым годом вас, счастья, здоровья, благополучия, долгих-долгих лет жизни. Горочее здоровье при нынешней ситуации – это самое главное. А что вы сказали, Батону Давиду, абсолютно уверенно заметили хороший экскурс. Спил для того, чтобы познать, в какой ситуации мы сейчас оказались. Страна уже 30 лет практически находится в хаосе, находится в непонятной ситуации. И, наверное, уже пора подумать о том, почему у нас такая ситуация. Ничего не бывает, ничего не делается. Каждый человек, каждый народ и каждый дьян не оставляет свой след. Вот 30 лет прошло уже. 30 лет прошло, как вот началось на территории бывшего Советского Союза, в том числе на территории Грузии. Те события, о которых мы очень долго говорили. Мы уже больше 6 месяцев обсуждали это, откуда это пошло, как это случилось, как с нами это случилось. И очень многие говорят, что очень плохой ситуацией оказалась наша страна. Там бедствуем, голодаем, там работы нет. Там серьезные проблемы, как материалом плане, так и морально. И, наверное, немногие задумываются о том, почему это случилось так. Не потому, что мы с вами такие умные и гораздо больше думаем об этом. Надо задуматься, почему человеку происходят те или иные события, или невзгоды, или болезни, или то, что происходит в семье, или в стране, или в городе. То, что, когда приходишь к врачу, надо диагноз поставить. Чтобы поставить диагноз, надо сказать, какие причины болезни, какие симптомы. Вот после этого врач уже может тебе сказать, что происходит, как надо это лечить. Бог, я сейчас ничего такого нового не скажу, Бог объединяет, сатана разъединяет. Вот последние 30 лет у нас случилось один из больших грехов, который с нами произошло. Всегда говорят, что вот это все начинается уже с 90-х годов, никогда не делай другому то, что не пожелаешь себе. Вот мы, когда 9 апреля случилось, мы сказали, что русские, грузины, абхазцы, это все мы из одного корня. Мы все идем, мы практически родственные народы, и по ментальности, и по настроению сознания. Вот так, если можно сказать. Когда с нами вот так поступили, ну, кто поступил, как поступил, от кого было это все, какой период был тогда в Советском Союзе, кто в Советском Союзе управлял, об этом мы уже говорили. Но когда с нами так сделали, нам же обидно было, нам же стало плохо, мы обиделись. И после этого мы то же самое начали распространяться в эту ситуацию на наших братьев меньших, вот в кавычках я скажу. И вот это все уже в один комок, когда собрался, мы уже оказались в той ситуации, что обратной дороги не осталось. Самая большая, вот возьмем Россию. У кого с Россией самый большой тренинг, самые большие проблемы с обновесами, практически с братьями? Украина, мы, Молдавия, Молдавия, с белорусами, ну, дай бог, так более-менее нормально идет сейчас, и там тоже они прошлись очень так, по лезвию бритвы, ножа. Так что вот эта ситуация, что вы сказали, нас очень, мы должны подумать, что мы натворили, как мы натворили, когда мы получили вот эту независимость, вместо того, чтобы всех собрать в один кулак и начать строить новую страну, мы начали политику, что, ну, допустим, Грузия без Грузин, там национальность, вот такие, были такие выступления, что вот Грузии должны жить в Грузине, когда на территории Грузии из 5,5 миллионов нас было, где-то 3,5 миллиона было Грузин, остальные были вот эти коренные, что вы сказали, жители. Начали покидать страну греки, армяны, начали фамилии менять. Ну, после обретания независимости, в кавычках я еще говорю, это какая независимость, мы уже сейчас, наверное, чувствуем. Мы неправильно, неправильно стали обращаться с нами, с нашими братьями. А с нами, надо сказать, русские тоже нехорошо обошлись. Но я с чего начал, что когда с тобой так обращаются, тебе это больно, тебе обидно, ты это не должен делать на других, которые окружают тебя, вместе с которыми ты живешь. Вы правильно сказали. Это было, с первого было, с первой гражданской войны, так называемая, 92-й год, конец 91-го, начало 92-го. И вот после этого начались те процессы. Абхазская война, потом Ассетинская война, потом опять Абхазская, потом Ассетинская война. И мы встали перед дилемой, как жить. Как жить. Вот эти два региона для нас, кровные друзья, братья, они оторвали от нас. И у нас нет возможности их вернуть. У нас не то, что возможности нет вернуть. У нас возможности с ними разговаривать. И сказать, в чем мы провинились и в чем они провинились. Не бывает, что одна сторона всегда права, а другие виноваты. Так не бывает. Я так думаю, что надо говорить, надо обязательно. Вот еще раз я хочу заметить, что надо осознать, что случилось. Почему с нами это случилось? В чем мы провинились? На что мы наступили? Чтобы еще раз. И еще раз не наступать на те грабли, которые гораздо-гораздо больнее будут пить с нас в полицию. Понимаете, в чем дело? Я с вами абсолютно согласен, что от этого греха надо освобождаться. Особождение, вы лучше меня знаете, начинается, когда человек думает об этом. Осознание. Да, осознание и человек должен переживать. Человек должен думать, что он натворил и как это исправить. Исправить нельзя ничего. Это уже совершенно факт. Это не исправишь. Но всегда Господь нам дает возможность, чтобы как-то, как-то быть из этой ситуации и стать на более такой... Дальше вести себя право. Правильно. Я пока, к сожалению, этого не вижу. К сожалению. Может быть, я ошибаюсь, но... Я ничего не могу больше сказать. Кроме того, что абсолютно все должны... Почему у нас такая ситуация? Почему мы оказались в такой ситуации? Потому что когда у человека проблемы... Я так считаю, что когда у меня проблемы, я не думаю, почему это. Я думаю, какие я деяния совершил, чтобы Господь мне прислал такие испытания. Вот я так считаю, я так смотрю. Я лично снимаю мнение. Я не могу никому это сказать, но это я так считаю, что мы должны очень серьезно... Грузинский народ должен серьезно подумать, как дальше жить. Так, как мы сейчас живем в жизни. Я грешный человек, грешнее всех, но стараюсь, стараюсь как-то думать об этом. Без греха никого нет. Один Господь Бог, Христос, без греха был. Да, и поэтому попрощает нам свои грехи. Наши грехи, точнее. Того еще информационный час добавил. То есть, вот как мы двигаемся вот к этому... Именно службу, совершение службы по всей Грузии. Вот как у нас было... Давным-давно, а сейчас мы начали это действовать. Вот прошлым летом начали это действовать. И почему мы начали уже так интенсивно, то есть активно действовать и уже проводить эти дела? Потому что нас довели до грани. Причина в чем была? Вот мы сказали, причину же надо понять. До грани довели. То есть, каждый год, начиная с 2019-го, как я вот слежу за этим, пытаются у нас устраивать парады разватников. Вот это объединенный запад, коллективный запад, как их сейчас начинают со своими послами, разными разными поведениями и образами жизни эти послами оказались... Разными организациями и правительствами? Разными организациями, да, хорошо подкованными, тренингами и деньгами, снабжением хорошо, то есть упорно настаивают, вынуждают наше правительство проводить этот парад разватников. То есть, склонить нас примирять к развороту, чтобы мы глаза на все это закрывали. Мы до сих пор как-то пытались мирно противостоять мирными митингами, но прошлым летом пришла стычка получилась, наш молодежь не сдержался и уже несколько этим так называемых. Я журналистом, их некоторые журналистами называются, а я их называю террористами с камерами и микрофоном, воспитанными в этом русле. Пришлось, взяли и наши молодежи им просто набили морду. То есть, пошла стычка, это уже плохо, потому что мир разрушился, мира уже нету. Сегодня морду набили, завтра могут и еще хуже продолжиться это делать. То есть, надо действовать более жестко, рассчитывательно и открыто. Это нельзя терпеть. Во-первых, мы ставим, идет молодежь, которая уже свои взгляды, мы не можем их не сдерживать на определенные времена, и потом в нашем возрасте мы не можем стоять на улице, на улице защищать нашу честь. Проще их всех выгнать отсюда, этих развратников, которые нас вынуждают развращаться. Поэтому, чтобы я не осознали, и мы не стали вынуждены прийти на крайние меры, для этого мы должны восстановить свою честь, свое достоинство. Вот это необходимо. А восстановить свое достоинство, это невозможно без духовного объединения всех иверских племен. Ну, это просто невозможно. Сначала с Богом надо договориться, что вы достойны. А он сказал, что да, хорошо, молодцы, вы стали на путь достоинства. Сначала с ним надо договориться. И потом уже можно начать человеческими путями, человеческими законами, строить уже достойный мир вокруг Сирии. Вот это была причина. После этого мы как начали действовать? Мы собрались в наше общество, наши люди близкие, родные, единомышленники. Определили, что вот так и надо делать, и начали действовать. Обратились к нашим владикам в разные епархии. И вот в первую очередь обратились к владыке Иоанну Гамрекели, кутайский, гайнацкий митрополит. И попросили вот как действовать, вот как это сделать. Он нас благословил, сказал, давайте сделаем каждую епархию. Поочередно. Поочередно. От епархии, епархии пойдем. После этого вот мы пошли, обратились к владыке Иоанну. Это был Йов по-русски, Йов по-грузински. Который в Карелии ущелье Дзама. Он основал с Божьей помощью великолепные ущелья, много монастырей. 40 монастырей там. И создается молитвенный дом, молитвенный дух. И он как-то вот таким чудесным образом сразу на полуслова. Даже я не закончил речь. Он уже сразу ответ сказал, что давай это сделаем. Вот сейчас идет день, когда вспоминаем Серафима Саровского. 15 января. Вот давай сделаем на 15 января. Вот Серафим Саровский, это очень знаменитое, святое русское именно для всей Грузии. Наверное нету семьи и тем более нету храмов, где бы не было икона Серафима Саровского. Вот Грузии такие храмы редко увидишь. Я лично вообще считаю, что воспитанник Серафима Саровского. Икону на Грузии ношу с 93-го или 94-го года. Вот так купил, захотелось на грудная икона Бугородицы. Купил у него с обратной стороны Серафим Саровский, который стоит на колене и молится. И хочу вот эти слова такие, которые впечатлили меня в жизни, напомнить нашим слушателям. Вот который именно Серафим Саровский по преданию рассказал Матавилову, Матавилов передал нам, что когда, он говорит, после того, когда избили Серафима Саровского, кто знает его историю. Бандиты напали, когда он в лесу жил, в келье отдельно. Он, правда, был сильный, очень физически отбросил топор, сказал, делайте, что хотите. И они его избили без всяких причин, по напущению. Просто сатана их соблазнил, видимо. И его лечили в монастыре, где ему явилась Богородица, с апостолами, с Иоаном Богословом и Петром. И указала на него и сказала, все от рода нашего. Для меня это что значит? Род Богородицы. Мы тоже род Богородицы, иверские племена. То есть в этом еще раз подтверждается, что мы единородцы и единоверцы. То есть едины духом и едины телом во Христе через причастие. Вот этот знаменитый дзен вот становится теперь для нас начало вот этого общего нашего сознания и раскаяния именно в этом грехе. Это предыстория. А теперь я просто скажу, что мы не делаем. Мы не делаем никакие заявления, никого ничего не заявляем. Никакие призвания не делаем, никого не призываем. Мы просто говорим то, что мы делаем. Что мы хотим именно в грехе рассказать. Мы не ищем правду, кто прав, кто не прав. Потому что там, где была война, правды нет. Правда это Господь Бог истинный наш Иисус Христос. Вот ты с Богом, по Божьим законам действуешь, значит ты прав. А война это там, где Бога нет. Человек отошел от Бога и тогда появляется война. Потому что Господь сказал, что я мирный коток. То есть где мир, это Господь Бог. А война это где Бога не захотели, чтобы было, не видели Его. А там, где не видим Бога, там и нет правды. Там все свою правду имеют. Там просто война. И искать правду там, где его нету, это мы не делаем. Потом, что мы еще тем более не делаем. Вопросы разные появились и говорим, что мы не отрицаем, что люди, которые положили голову, они защищали свой дом, свое отечество, свою семью, свой род, своих могил, своих предков и так далее. И с одной и с другой стороны, люди именно в этом, с этим чувством воевали. Мы это не отрицаем. Мы не отрицаем личный проявленный героизм, сложение, допустим. То, что нужно было или не нужно, это другой вопрос, другого обсуждения. Но это случилось. И люди отчаянно сражались. И дай Бог, чтобы их принял, Господь Бог себе в Царствие Небесное, и просил именно эти грехи врата убийственные. И мы надеемся, вымолим этот грех, освободимся от этого. Вот это то, что я вкратце хотел бы сказать. И сказать, что тот, кто осознал, это уже слова нашей ладыки Иоанна, он попросил, что донесите эти слова, он так сказал, и до абхазцев, и до ассетин, и до русских, еще он сказал, и до херецов, то есть кахи. А я удивился, говорю, а что? Ну они же тоже говорят наши. Пусть они тоже, если захотят, пусть помолятся вместе с нами. Вот у нас такой возможность, так быстро не донесем, последствия донесем, придем, куда примут, везде придем, там же на месте расскажем еще дополнительно. Кто у нас примет, везде придем, мы не полимимся. То есть это от епархии в епархию продолжим это делать. И вот, пожалуйста, а кто услышит через наши интернет-каналы, не знаю, по телевидению без перевода, мы не сможем, наверное, это пустить. А по интернет-каналам нашим, вот салты по Ютубу и по Фейсбуку можете спокойно это посмотреть. Вот и на этом слове мы хотели закончить сегодняшнее наше сообщение, информационную передачу. Еще раз поздравляем с Рождеством, наши братья и сестры. Пусть Господь Бог в наших сердцах еще раз родится, и много-много раз принесет мир, спокойствие и последствия прочитания. Ну, Бог в помощь. Бог в помощь. Еще раз с Рождеством, завтра старый Новый год наступает. Еще раз поздравляю всех благ, счастья, здоровья, благополучия, долгих лет жизни. И чтобы, еще раз, как Батонин Давид сказал, что мы осознали, что мы делаем, как мы живем, и в этом Господь поможет. Когда человек начинает думать, Господь помогает. Когда человек начинает молиться, Господь рядом. И я хочу пожелать вам, Батонин Давид, в этом благом деле удачи и... Нам всем. Нам всем, да. Пусть Господь будет с вами. Мерзаводство. Где двое или трое от моего имени Господь сказал, там же и я. То есть больше двух уже много. Бог в помощь. Спасибо. Пожалуйста. Субтитры сделал DimaTorzok